МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Их не забудут. Сегодня всемирный день памяти жертв ДТП. Трагическая смерть. Из-за чего погиб руководитель Самарского союза десантников? Старый вход, новая жизнь. Закончился капитальный ремонт вестибюлем метро на станции Кировская. Осмотр на месте. Глава города проинспектировал Октябрьский район. Страшно, но интересно. Чего боятся самарцы в пятницу 13-го? Туман, который парализовал сегодня утром работу аэропорта, сейчас Курумыч работает в штатном режиме, повлиял и на дорожную ситуацию. ГИБДД опасается увеличения числа ДТП. К тому же сегодня ночью ожидается резкое понижение температуры, обильный снегопад и гололедица. В области и без того страдают люди на дороге. Сегодня в Куйбышевском районе в аварии погиб 18-летний парень. Во всем мире дорожной аварии – первая причина смертности молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. И каждое третье воскресенье ноября отмечают День памяти жертв ДТП. С подробностями Марина Матвейшина. ДТП в Куйбышевском районе. Автоледи за рулем пассажирского автобуса «Лиаспорта» ранила «семерку», которой управлял 18-летний парень. В салоне автобуса находилось 12 человек. Водитель легковушки погиб на месте аварии. Его пассажирка и 11-летний пассажир автобуса доставлены в больницу. Всего за минувшие сутки в области произошло 14 дорожных аварий, в которых один человек погиб и 14 получили травму. В большинстве происшествий участниками стали пешеходы. Дорожные условия у нас, сами понимаете, погода, темное время суток. Опять же, очень тяжело, допустим, водителю заметить непосредственно выходящего на проезжую часть пешехода. То есть тем самым пешеходу надо было более внимательным. И приходить в проезжую часть, убедившись в том, что все-таки водитель остановился. В День памяти жертв ДТП в Самаре проходят акции памяти. Автомобили экстренных служб прибывают на площадь Куйбышева, где их уже ждут школьники. Они держат таблички с именами погибших в ДТП детей. Ребята вместе с полицейскими останавливают автомобили и вручают водителям бумажных ангелов. Автолюбители соглашаются. Напоминание будет не лишним. Чужих детей на дороге нет. Любой человек на дороге, его надо пропустить, правильно? Если вышел на дорогу, надо остановиться и пропустить его. Не только водители, но и сами пешеходы часто подвергают себе опасности, говорят полицейские. Мгновенно остановить авто водитель не сможет. Потому соблюдать элементарные правила – обязанность каждого человека. Переходить дорогу только по зебре и только на зеленый свет – нехитрые правила, которые мы знаем с самого детства. Они и помогают нам сохранить жизнь. Но сейчас добавились еще одни немаловажные. Лучше все-таки вытащить наушники из ушей, а телефон убрать в карман. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Погиб руководитель Самарского союза десантников Виктор Калиничев. Трагедия случилась сегодня около четырех часов утра. Во дворе дома загорелся автомобиль «Ховер», принадлежавший Калиничеву. Владелец бросился его тушить. Когда прибыли спасатели, мужчина уже скончался. По предварительной версии, он отравился продуктами горения или же погиб от взрыва баллона. Проводится проверка. Виктор Анатольевич был председателем правления Самарской региональной общественной организации «Союз ветеранов воздушно-десантных войск» и войск специального назначения, которую сам же и создал. 20 лет он прослужил в вооруженных силах. Служил в Афганистане, в Германии, с 1984 года в Самаре, в 65-м мотострелковом полку. Имел ордена за заслуги перед Родиной и Отечеством. По его инициативе в Самаре 24 октября стали отмечать День спецназа. Виктору Анатольевичу было 57 лет. Губернатор Николай Меркушкин и глава Самары Олег Фурсов выразили глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и сослуживцам погибшего. Больше 30 лет на службе Родине. В городском управлении МВД открыли мемориальную доску в честь первого начальника Самарской милиции Константина Кременского, который возглавлял управление с 1980 года по 1996. Свою работу в милиции Константин Иванович начал с участкового инспектора. Год за годом службы, доказывая свой профессионализм, он был выдвинут на должность заместителя руководителя УВД Куйбышевской области, а затем стал начальником созданного в том числе и по его инициативе УВД Куйбышевского горысполкома. В этой должности полковник Кременсков проработал почти до конца жизни. Его не стало 13 января 1997 года. Сегодня о нем вспоминали бывшие коллеги, а также глава Самары Олег Фурсов, который был лично знаком с Константином Ивановичем. Он был очень скромным человеком и в быту, и в поведении, на работе. Но сейчас мы таких людей называем героями. И, вы знаете, Асатина Ивановича всегда отличали такие качества лучшего советского офицера, лучшего советского милиционера, как бескорыстность, как честное служение. Человек, который знал и понимал предмет, которым он занимается, знал досконально все тонкости и все особенности нашей милицейской службы, который принимал эффективные управленческие решения. Все силы на благоустройство. Масштабное преображение Самары становится похожим на стройки первых пятилеток. Впервые за 30 лет задача навести порядок в рекордные сроки обозначена как стратегически важная. Сегодня свой рабочий день Олег Фурсов начал с поездки по Октябрьскому району. Вместе с главой города в утренний рейд отправился Олег Зверев. Октябрьский район одно время назывался Сталинским. Им это было в 50-е годы. И тогда по благоустройству он был признан лучшим в Союзе. С тех пор минуло 60 лет. И сегодня задача стоит не менее амбициозная. Сделать район современным, чистым и благоустроенным. И первый разговор главы города о грядущих переменах с дворниками. Именно от них во многом зависит, удастся ли реализовать смелые планы. Трудно рассчитывать на результат, когда работают 5 единиц техники, шлиговые веники и зарплата в 12,5 тысяч рублей. Тем более, что об этой профессии Олег Фурсов знает не понаслышке. Я вам скажу, я работал дворником, когда был студентом. У меня был самый чистый двор, вот здесь, в Октябрьском районе, на Мичулино. Самый чистый был двор. Я даже летом поливал, единственный из дворников поливал тротуар. Но я хочу сказать, что я очень большое внимание уделяю благоустройству города. Не все, конечно, получается. Последние 30 лет, вы знаете, не так много внимания этому уделялось. У нас с вами и газоны все такие, да и газонами назвать нельзя, и на них накопления вот эти грязевые многолетние. Мы, конечно, чистим все это потихоньку, справляемся. В 2018 году мы должны с вами вообще город привести в такой европейский вид, чтобы гордиться и радоваться. Мечта каждого дворника – хорошая техника. В этом году на марш выходит порядка 100 единиц новых коммунальных машин. В планах у городских властей закупить еще. Есть возможность получить весомую скидку, если управляющие компании объединятся и закажут опытом. Собрать заявки, поручения департамента благоустройства. Главные улицы Самары уже приводят в порядок. Настало время идти во дворы. И тут уже задачи для районных властей, которые должны обозначить слабое звено и устранить недостатки. Этим надо заниматься. И районы обладают достаточным потенциалом. Нужно желание, нужно умение работать не в кабинете, а на улице. И тогда с вертой точки счета будет сдвигаться. Очень много сделано в этом году. Хочу поблагодарить МТБ благоустройства и тех людей, которые занимаются руководством дворниками, там сами дворниками. Много очень сделано, но недостаточно. Перемены в Самаре жители уже успели оценить. Ну так-то вроде бы нормально. Ну хотелось бы, конечно, чтобы вообще было красивее. Летом, чтобы было больше цветов. То очень-очень мало. И чтобы больше высадили деревья. В 2016 году зеленых насаждений станет больше. Кроме того, стартует городская программа «Цветущая Самара». Олег Зверев, Григорий Плежаков. События. Экономия бюджета, развитие транспорта и внешний облик Самары. Самые важные темы обсудили сегодня первые лица города с почетными гражданами. На встречу побывала и Марина Матвейшина. Ароматный чай и теплая атмосфера помогают забыть о холодном ветре за окном и побеседовать о самом важном. Глава города и председатель Гордумы обсуждают с почетными гражданами судьбу Самары. Эти люди уже доказали своим примером, как нужно любить свой город и работать ему во благо. Потому их мнение так важно для первых лиц Самары. Сейчас я скажу, что улучшилось положение. Почище, больше цветов. Вот едешь и смотришь, и травка схожена. В общем, ну как-то все лучше стало. Но тем не менее, все равно он какой-то бедный был. Я хочу, чтобы он сразу выделялся. Олег Фурсов рассказывает, он и сам очень болеет за внешний вид города. По его поручению в структуре администрации управление архитектурой выделяют в отдельные подразделения. В каждом районе будет свой архитектор. Чтобы фасады выглядели аккуратно и гармонично, а цветочные клумбы радовали глаз. Мы договорились с главами, что каждая из них составит такую карту дефектов по своему району до мельчайших подробностей. И на основе этой карты будет выработан план мероприятий, разбитый там календарно, с указанием ответственных. И потихонечку начнем ситуацию это выправлять, выправлять, выправлять. Глава города рассказывает почетным гостям о работе, проделанной за год. А председатель городу Магалина Андреянова о том, как работает депутатский корпус. Среди народных избранников многие впервые занялись законотворчеством. Она просит поддержки в этой работе у почетных граждан. Мне бы очень хотелось, чтобы вы поделились своим опытом. И передали этот опыт по взаимодействию с жителями, по работе общественных приемных. Нашим сегодняшним депутатам. Они готовы все это взяться. В завершении встречи общие фотографии. И договоренность встречаться регулярно. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. Событие, которого ждали 15 лет. В Самаре закончился капитальный ремонт одного из вестибюлей станции метро Кировская. Здание не эксплуатировали с 2000 года. Первыми пассажирами стала наша съемочная группа. Отполированный мрамор на стенах, новые стекла и батареи. Примерно так выглядела шайба, как называют вестибюль сотрудники метрополитена в 1987 году. Марина Сверидова работает здесь почти с самого открытия. Обновлением признается Рада. С уверенностью можно сказать, наша съемочная группа – это первые пассажиры, которые входят в этот вестибюль за последние 15 лет. Во время капитального ремонта позаботились и о маломобильных гражданах. Одна из дверей на входе и выходе шире на 20 сантиметров. Позаботились и о безопасности пассажиров. В зале установлены камеры видеонаблюдения, металлодетектор и досмотровая комната, оснащенная всем необходимым. Но основной ремонт касался эскалаторов. Именно у них в 2000-м истек срок эксплуатации. На их ремонт потратили 27 миллионов рублей. Самая главная работа была для нас – это капитальный ремонт эскалаторов, который занимал у нас 9 месяцев. Также проведен комплекс работ по замене инженерных сооружений, по укреплению фундаментов, блок служебных помещений. Отремонтированный вестибюль со стороны завода откроется в понедельник, 16 ноября. А несколькими часами ранее на время закроется вестибюль со стороны платформы «Пятилетка». Его также капитально отремонтируют. Павел Баймаков, Евгения Кондольская, Алексей Золотенков. События. Остаться голодным. Организаторы Чемпионата мира по футболу 2018 года обещают – такого не случится. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Уже сегодня началась работа по подготовке самарского общепита к спортивному празднику. Телеканал «Самара ГИС» продолжает показывать серию репортажей «Самара в игре». Все о местной кухне под футбольным соусом. В репортаже Сергея Кизоркина. Чем и где будут кормить в Самаре фанатов футбола, организаторы Чемпионата мира 2018 года думают уже сейчас. Поэтому для работников общепита тоже наступает время соревнований. У всех есть одинаковые возможности. Если ты специалист, если ты профессионал в своей отрасли, если ты не боишься об этом заявить и подтвердить уровень своих услуг, тебе дорога открыта для того, чтобы принять участие во всех событиях Чемпионата мира. В одном из городских ресторанов готовы, вкусно и изысканно накормить иностранцев немаловажный момент. Персонал, начиная от администратора и официанта до шеф-повара, прекрасно владеют английским. Наши официанты всегда готовы принимать гостей иностранных. Они просты, достаточно в своих желаниях, потребностях, достаточно просто объясняются. И поэтому понятны в любом официанту. В отелях и на тренировочных базах будут работать свои команды поваров. Их никто менять не собирается, если они, конечно, будут соответствовать стандартам профессионального мастерства. А вот на гостевой маршрут и фан-зону попадут избранные рестораторы. В конкурсе за право кормить гостей Чемпионата мира смогут принять участие все желающие. От студенческих столовых до элитных ресторанов. К отелям действительно предъявляются требования, что они должны подтвердить свои категории, звезды, пройти сертификацию. То к сфере общественного питания более лояльный подход. Здесь, скорее, ставка сделана на профессионализм, на совесть и на добросовестное отношение к своей профессии. Стартовые условия для всех одинаковые. Обучающие семинары станут нормой жизни до самого старта Чемпионата мира по футболу. Она будет вестись и далее на протяжении оставшихся двух лет перед Чемпионатом мира. Мы готовы рассказывать, мы готовы объяснять, какие требования нужно выполнить. Но, опять же, требование достаточно жесткое, на мой взгляд, слово. Есть пожелания. Главное требование к футбольной кухне – разнообразие. Это касается как быстрого питания, так и высокой кулинарии. Национальная русская с ее колоритом обязательно. Но каждый болельщик из любой страны мира должен найти для себя свое родное блюдо. Еще одно условие – меню будет дублироваться на английском языке. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов, События. А теперь коротко о других событиях дня. Жители нескольких домов Красногленского района Самары, в том числе и поселка Управленческий, ожидают перебой с электроэнергией. Это связано с демонтажом опоры линии электропередач. Для переустройства ЛЭП специалисты временно изменить режим электроснабжения у жителей. Такая схема будет действовать около недели. Сызранский Тайсон Виталий Кондратенко снова задержан по подозрению в нападении на пенсионера. Сейчас он доставлен в полицию. По версии следствия, еще в 2013 году он избил своего соседа. Прозвище Сызранский Тайсон Виталий Кондратенко получил после того, как в интернете широко разошлось видео, на котором он в одном из магазинов внезапно бьет пенсионерку кулаком по лицу. Суд, состоявшийся 9 ноября, назначил Кондратенко ограничение свободы и штраф в 100 тысяч рублей. Защите Олега Иванца не удалось обжаловать решение суда о заключении блогера под стражу. Его вместе с другими авторами живого журнала Дмитрием Бегуном и Натальей Умяровой задержали в конце октября. Блогеров обвиняют в вымогательстве более 1 миллиона рублей у бизнесмена Сергея Шатила. Как полагает следствие, за эту сумму задержанные обещали удалить из интернета компрометирующую информацию. Наталья Умярова и Дмитрий Бегун свою вину признали. Олег Иванец утверждает, что не имеет отношения к вымогательствам. Самарский футбольный клуб оштрафован по итогам матча с Казанским Рубином. Такое решение вынесли на очередном заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Как сообщает пресс-служба РФС, на встрече команд фанаты самарцев скандировали оскорбительные выражения. За нарушение дисциплинарного регламента клуб 63-го региона заплатит штраф в 30 тысяч рублей. На выходных в Самаре будет облачно, ожидается небольшой снег и гололезица. Ночью ветер будет юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 2-7 градусов Цельсия. В субботу днем столбик термометра поднимется до 1 градуса выше 0. За творческие инициативы и проявленный профессионализм журналисты телеканала «Самары ГИС» отмечены благодарственными письмами главного федерального инспектора по Самарской области. Наши коллеги проявили себя при освещении работы молодежного форума «Иволга». В этом году в «Иволге» приняли участие порядка 2000 человек со всей России, а также из Китая, Португалии и Швейцарии. Самарская область стала лидером по количеству победителей молодежного форума и по числу финалистов конкурса грантов. Грантовый фонд «Иволге-2015» – 8 миллионов рублей. В общей сложности на реализацию стартапов нашего региона направят 2 миллиона рублей. «Иволга» – это замечательный проект, который дал очень много знаний, которые можно было применить в своем проекте. Очень много людей, с которыми можно было пообщаться, с которыми в обычной жизни никогда бы не увиделись. Ну и, конечно, стартовую площадку для реализации проекта. Сегодня волнующий день для всех суеверных – пятница 13-е. Это уже вторая роковая пятница в этом году. Предыдущая была в марте. Некоторые настолько серьезно верят в приметы, что появился даже медицинский термин, обозначающий страх перед 13-м числом – тердекофобия. Верит ли приметам? И действительно ли пятница черная? Ответ искала Марьяна Мирная. Я родилась 13 ноября. У меня живет прекрасная черная кошка, с которой мы счастливо живем вместе уже много лет. Развеивать предрассудки актрисы театра «Самарская площадь» Анастасия Карпинская начала с детства. Дальше – больше. Абсолютно черная кошка Кира перебегает дорогу несколько раз в день. И ничего, несчастья и к счастью, не было. Да и 13 число приносит девушке удачу. Поскольку я родилась 13 числа, то я, наоборот, ближе ко всем этим потусторонним связям, в которые я, как артистка, не могу не верить. И, наоборот, мне кажется, что вот эти силы, они мне помогают. Они мне не препятствуют, наоборот, а, наоборот, дают мне какую-то возможность знать то, чего не знают другие. История «Черной пятницы» берет начало в нескольких источниках. По одной версии – день несчастливый, потому что 13-м гостем «Тайной вечери» был Иуда. По другой – Ева предложила Адаму съесть яблоко именно в пятницу 13-го. Также начался Великий потоп. Из нумерологии число не удалили. А вот в самолетах, например, нет 13-го ряда. Во многих больницах не существует 13-й палаты. Как оказалось, в нашем городе довольно сложно найти жилой дом под номером 13. Наша съемочная группа объехала практически всю центральную часть Самары. И нашли мы такой дом только на улице Гагарина. Все остальные строения под номером 13 либо отсутствуют как явление, либо это административные здания. Самарцы – не самый суеверный народ. Ни «Черную пятницу», ни «Женщину с пустым ведром» не напугались. Да и вообще плохие приметы считают пережитком прошлого. Нет, это мне ни о чем не говорит. Даже у меня счастливое число 13-е. У меня внучка 13-го родилась. И мама 13-го. Бедра сутки, на мой взгляд. Почему? Ну, мне на 13-е везет. Заявление подавали 13-го. В кино всегда 13-е место. И все прекрасно в жизни. Но есть и те, кто из дома сегодня вышел с содроганием. Уверены, пятница 13-я принесет неприятности. Я верю, что этот день отличается чем-то странным. Боюсь, что сегодня произойдет что-нибудь опасное. За многие века пятница 13-я зарекомендовала себя не с лучшей стороны. И вроде бы никаких научных обоснований бояться этого дня не существует. Но все же не стоит забывать, что дыма без огня не бывает. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. Сейчас я вижу какую-то тень за дверями студиями. Так что, если вы не увидите меня после новостей спорта от Сергея Кизоркина, знайте. К нам Джейсон Вурхез заходил. Самарская комета У Кометы после второго периода 3-0. Однако Столевары собрались с духом и довели матч до серии булитов. Штрафные были лучше исполнены самарской командой. Счет 4-3 в их пользу. Все зависит от мастерства и капельки везения. Сделав работу над ошибками, второй матч самарские хоккеисты провели более грамотно и без труда раскатали металлург 6-1. Много не получалось. Глупое удаление. Немного не повезло нам. После домашнего успеха комета поднялась с седьмого места на пятое в Восточной конференции молодежной хоккейной лиги. Следующая игра с лидером чемпионата страны Челябинским Мечелом. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара ГИС в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok